Андрей, Нехама? Алло, мы начали, окей. Андрей? 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 Так, я хочу обратить ваше внимание на что-то очень важное, на комментарии одного из раввинов Испании XII или XI века, которого звали Авраам Бархия из Барселоны. Его также называли Авраам Анаси. Он написал несколько книг. Одна маленькая книга называется «Размышления души». У этой книги было несколько изданий. Она не очень известна, но, по моему мнению, очень важна. Эта книга внесла свой вклад в создание комментариев Рамбана Ктори. Исследователи в университете не знают точно, к чему эту книгу отнести, потому что он говорит как каббалисты в тот период, когда, по их мнению, каббалы еще не существовало. Поэтому они считают, что он повлиял на возникновение каббалы. Но мы считаем, что каббала — это очень древнее изучение. Эта книга относится к каббале или близка к ней. Есть какие-то замечания или вопросы? Андрей, только такой момент. Может быть, стоит пояснить, когда, согласно светским ученым, появилась каббала, раз тут речь идет об этом. И когда, согласно традиционному иудейскому мнению она появилась, может быть, об этом что-нибудь сказать? Ну, хорошо, да. Пожалуй, стоит немножко об истории каббалы поговорить. Собственно, вопрос, что называть каббалой. Традиционная терминология каббалистическая, то, что называется сферот, там название миров, по-моему, они появились уже в книге Сефер-Яцера со времен Талмуда. Но активно книги, говорящие на этом языке, появились где-то в XVI веке в Цфате. Но идеи, которые в этих книгах описывались, они, в принципе, всегда в иудаизме присутствовали. И вопрос только в том, что кто может их распознать. Да, вот эти светские ученые, они, как бы, считают, насколько я понимаю, что раз появился язык в XVI веке, то раньше каббалы и не было. Вот. Но, как бы, еврейские мудрецы, собственно, как бы, вот эти схемы, да, там, они смогут, могут распознать, когда они описываются на другом языке. Там и раньше, и на протяжении всех, собственно, последних тысячелетий. Вот я так думаю. Да, я согласна. Меня слышно, да? Все правильно. Язык каббалы, действительно, он развивался. Идеи, они существовали. Как говорит Маниту, он это называет передачей пророческого переживания. Когда пророки, исчезло пророчество в Израиле, то после этого наследие пророков, оно разветвилось. То есть, мудрецы взяли какую-то одну часть развития тары, устной тары, перевели ее в конечном итоге в письменную форму. А с другой стороны, развивалась традиция каббалы, то есть, передача не информативной части, а вот переживания пророческого. Нечто такое, что потребовалось специального языка для того, чтобы это выразить. И язык, он менялся, действительно, начиная там с Талнуда, в книге Цера, в книге Зоар. Они как бы говорят о похожих вещах, поэтому, ну, это не по всем мнениям, конечно, потому что всегда есть много разных мнений, но, как бы, мне представляется, что они говорят на разном языке о одних и тех же вещах, поэтому можно иногда читать, так сказать, в проекции Сферот. Сферот. Книгу Зоар, когда она выражается языком, похожим на Медраж, на Талмун, хотя не с точностью таким же, но похожим. До свидания. Каббалистические комментарии на Талмуд, например, и так далее. Каббалистические, в том смысле, в терминах сегодня современные каббалы, скажем так, начиная с Ризалия. То есть, каббалистические имеются в виду на языке каббалы, на ее терминологии, да? Ну, на самом деле, очень много разных каббалистических текстов, которые, говорят, выражаются не совсем так, как Ризалия. Ну, это мы сейчас уйдем в дебри, поэтому лучше, ну, более-менее понятно, да, Анна? Анна Хама, можно вопросик? Да. Что значит язык каббалы? Ну, мы... Я понимаю, язык каббалы, мы говорим, первый признак необходимый, но недостаточно, но необходимый. Это Сфер Сферот. Правильно? Книги такие, которые говорили, описывали совершенно другие какие-то вещи, которые нам сегодня трудно даже... А как это называется? Ну, неважно, я сейчас забыла имя книги. Не так... Вы знаете... Ну, это еще не важно, мы сейчас отвлекаемся. Давайте продолжим. Как же она называлась, эта книга? Ой, неважно. Это Сферот. Сфера вы имеете в виду? Нет, 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 есть еще совершенно такая загадочная книга, которая говорит о размерах, о размерах Всевышнего, о размерах... Ну, это мы проходили с Равом, ну, Рубинсом. Как она называлась? Шиур-Кама. Шиур-Кама. Шиур-Кама, да. Да, ладно. Она совсем на другом языке говорит. И вообще трудно понять, что там имеется в виду. Шиур-Кама никак не относится к Баллину, сколько я понимаю. Не то, что я понимаю, так как бы... Ладно, оставим эту дискуссию, оставим. Эту дискуссию я просто спросил. Ну, вот в том-то и дело, когда мы сейчас говорили с Андреем о языке, мы говорили о том языке, который принят сегодня, на котором, скажем так, которым объясняют Рава Кука, например. Есть исследование Рава Кука, чтобы объяснить его философский язык на тот же на каббалистический. То есть он сделал другую вещь. Он каббалистические понятия перевел на философский язык. Но есть исследования, которые говорят, что он имел в виду, какие каббалистические понятия он на самом деле подразумевал и так далее. Все это как бы начиная с Резави. Ну, остановимся на этом. Анна, вы не выполняете свои функции. Вы должны нас остановить. Мне просто неудобно вас, вы же ведущая. Нет, вы ведущая сейчас, а не я. Ну, хорошо. Вот я тоже предлагаю, мы поняли, что согласно такому светскому мнению, каббала — это так называемая лурянская каббала, которая восходит к Аризури или Раббит, как Лурия. Который же сватившись в XVI веке. Вот примерно так. Все. Вот пускай Андрей продолжает, как я понимаю. Да, как он? Хорошо, тогда я продолжу. Первая часть его книги, то есть Авраама Бархия, посвящена главе «Берешит», и он делает несколько важных замечаний. И я хотел вместе с вами рассказать две его основные идеи. Во-первых, есть общий вопрос. Мы живем в мире и видим в нем миллиарды созданий, начиная от Солнца и Луны и заканчивая редиской и огурцом, большими и малыми. И когда мы крутимся в таком богатом мире, насколько наполненном разными сущностями, мы спрашиваем себя, о чем это говорит. Есть ли у этого какая-то схема? Ну, буквально там было слово «мопа». Мопа — это карта. То есть есть много явлений в мире, во времени, в микрокосмосе, в макрокосмосе. Да, и чтобы понять, как у нас и главное найти свое место, то есть нужна какая-то карта, с чего началось, куда идет, кто там главный, кто второстепенный и так далее. То есть требуется какая-то схема или карта, чтобы… Ну, карта, насколько я понимаю, как раз очень важный момент, да, чтобы понять, где ты находишься в пространстве 11 в мире. Это, как бы, включает и время, и пространство. Откуда мы идем? Если все молчат, я ведусь дальше. Да, но, может быть, можно небольшой спойлер сделать, как я понимаю. Почему, какое, в общем-то, почему такое странное, как бы, кажется здесь, в лекции, отходит в сторону? Ну, этот комментарий, как бы, задает вопрос внешний по отношению к Таре. То есть предполагается, что мы выйдем в какой-то момент, эта линия что-то нам объяснит про саму Тару. То есть не случайно Рава его здесь приводит, как бы, есть некоторое базовое предположение, что Тара должна навести нам какой-то порядок в этом окружающем мире, задать какое-то направление, неважно пока еще, не совсем понятно какое, но какой-то порядок сделать. Поэтому, я думаю, он обращается к этому комментарию, чтобы объяснить нам, как Рав... Как его зовут? Ну, то есть... Авраам. 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 То есть речь идет о том, что нужно какое-то... Вот в мире много всяких творений, а мы должны это как-то, чтобы как-то упорядочить, мы обращаемся именно к тексту Тары, чтобы как-то понять... Да, да, да. В каком-то друг другу... Это то, что называется... Какое положение, да, друг к другу находится, как бы, какое у них место, кто-кто вообще, что это и что это, для чего это. Да, это как бы... То, что называется в Тамуде Авраамина. То есть... Нет, не Авраамина, нет, я ошибаюсь. Как это сказать? Но это некоторое... Изначальная мысль... Спасибо. Ну, я выключил все, оказалось. Вот сейчас нормально, сейчас есть. Нет, я один включил. Просто с двумя тут. Ну, снова зависит, поэтому я держу двое. Так, я думаю, что продолжать, наверное, Андрей, да, как я понимаю? Ну, Хама не договорила. Или не Хама что-то еще хочешь сказать? Все в порядке, я просто... Проследить мысль. Первое, на что нужно обратить внимание, это на порядок, который описан в книге Берешит. На последовательность появления живых существ. Я напоминаю всем, что этот порядок — это не хронологический порядок, как объясняет нам Раши. Это ценностный порядок. Мы видим, что рассказ о творении делится на две части. От первого дня до третьего и от четвертого до дня субботы. Почему я делаю такое разделение? Очень просто. Мы видим, что в первый день был сотворен свет, во второй день был сотворен небосвод и море, в третий день была сотворена суша и растения. И это так нам представлено. Мы видим, что в первый день появляется относительно отвлеченное, абстрактное творение. Так, например, свет олицетворяет для нас духовные вещи. Во второй день говорится о более материальных вещах, о небосводе. Имеется в виду воздух, воздух, который между небом и землей. И море. Но пока на этом нельзя поселиться. В третий день появляются более материальные создания. Земля — растения. То есть мы начали со схемы, которая должна стать нам Тора. Одно из переводов слова Тора — это как инструкция, что говорилось. Карта, схема. Я очнулся в каком-то мире, начал задумываться, где я нахожусь, и мне нужна какая-то инструкция. Вот я беру Тору и в ней ничто понимаю. Рассказывается о порядке сотворения мира. Приходит на помощь устная Тора. Например, комментарий Рава Авраама Анаси, который делят на первые три дня и вторые три дня. И самого текста Тора я такого разделения, например, не вижу. И поэтому нам нужен какой-то комментарий, какой-то мудрец, который вот так скомпонует вот этот текст. И из этого он мне поможет что-то понять. И, например, вот если так разделить, мы видим там, что... Ну, дальше нам Раф объяснит, что мы видим. Андрей, можно вопросик? Море — это ты перевел так море, да? Не помню. Там, по-моему, говорится... Там написано воды, причем воды верхние и воды нижние. Это не море. Ну, по-моему, там, да, я еще тогда... Так, ну, если все молчат, я продолжаю. Здесь мы видим понижающийся порядок иерархии от более духовного и абстрактного к более материальному. А когда мы подходим к четвертому дню, мы снова возвращаемся к свету. В четвертый день, как говорит Тора, были... Что такое светило? Здесь говорится о свете. В чем различие света первого дня и света четвертого дня? Раби Авраам Бархия говорит нам, что свет четвертого дня — это свет в движении, свет, который движется, как минимум, у наблюдателей. Солнце и Луна, они находятся в движении. И они представляют нам свет в движении. Что происходит в день пятый? Появляются птицы и рыбы. Что такое птицы? Это живой воздух, движущийся воздух. То есть, в день нам растут раки, а вот в этом небоскопе верхний, а в пятый день напротив его находят плывущими по нему птицами и вот эти воды, плывущими по нему рыбами. Что происходит в день шуток? В тот день сотворены животные и человек. Что такое сухопутные животные? Животные — это растения в движении. Андрей, можно? Что, Андрей, по-моему, за это самое... Да, Андрей тоже. Продолжай, продолжай. Да, Матан. Фраза «животные» — это растения в движении. Это фраза «рава». Да. Да, конечно. Ну, смотри, тут о чем и речь, что в третий день, что было сотворено... А, то есть прах, земля, да, и растения, растущие из него. Ну, здесь вот как бы комментарий разделяет вот эти два понятия — прах и растения. То есть когда растения стали двигаться, животные, двигаться получился человек из праха. Такой, да, оригинальный комментарий, но, тем не менее, вот он нам дает какие-то точки, что-то затеняет, что-то делает более выпуклым, чтобы мы могли в итоге что-то понять. Да, например, поясняется, что там первые три дня статичное творение, вторые три дня динамичное творение. Мне можно добавить, да? Да, конечно. Андрей, мне кажется, что это совершенно верно, конечно, что сами мы, может быть, до этого не додумались, читая Писание. Тем не менее, когда нам открывают такое видение, оно вполне кажется «вау». Действительно, я это сам не видел, но это действительно то, что есть. Это то, что написано, может быть, как сказать, это как, когда ты читаешь, не всегда тебе открыто, но когда тебе это открывают, ты понимаешь, что это действительно так. И это как бы убеждает в основном человека в том, что Равра сначала сказал, что это не хронологическая история создания мира. А главное здесь – это что-то другое, это ценности, да, каким образом реализуется мир, да, что есть две какие-то системы. Одна система более абстрактная, более статичная, и другая система более материальная, скажем, и более динамичная. И другие, как-то все наши жизненные принципы, ценности, они ложатся на эту схему. То есть это общая схема для начала понимания своего места в мире, скажем, да. Мне кажется, что это важно не только услышать то, что Террав говорит, но и понять, что это действительно так. Потому что если тебе говорят какой-то комментарий, ты же не принимаешь этого всегда на веру. Главное, что из старых видно, что это действительно так. Хотя иногда кажется, ну, какая связь между растениями и человеком. Не то, что человек произошел от растения, но растения – это некоторый представитель живой природы, в отличие от всего остального. А животные и человек – это тоже представители живой природы. Они разные, конечно. Но тем не менее, в них есть какое-то общее начало. И каждый из них символизирует что-то другое. Растения – некий статический, статичный мир живой. Животное динамично. Ну да, то есть комментарий дает такую некую оптическую настройку, да. Мне вот подкрутили так стекнышки. Я через это посмотрел на Тору и думаю, да, действительно так. Вот, и я смотрю так. Это остается со мной уже где-то, да. Потом мне, как сказали, какую-то другую настройку. Это все добавляется, и я благодаря этому начинаю как бы мир видеть более каким-то, не знаю, стереофоническим, разносторонним, разноцветным и так далее. Ну и как бы ты, твоя задача как человека постепенно начинает проясняться. Начинается с того, что ты доходишь себя в этой системе. Да. Если ты не просто так где-то, а вот есть некая структура, в которой ты существуешь. Ну и мы увидим дальше, что РАВ расширяет эту идею статичности динамично на более широкие области. И действительно из этого мы можем сделать какой-то в дальнейшем какой-то вывод для нашей жизни, для нашего существования, правильного морального выбора в мире. Ну да, как РАВ сначала и сказал, что нам нужна карта, да, что мы изучаем татуру для того, чтобы понять, где мы находимся на карте реальности и, соответственно, куда мы идем. Хорошо, тогда двигаемся дальше. Согласно объяснению Раби Авраама Бархи, мы видим, что творения с четвертого по шестой день не отличаются от творений с первого по третий день. Но в первые три дня говорилось о статичной творении, стоящем на месте. А с четвертого дня и дальше прибавляется движение. Общая тенденция – это появление движения. Здесь я хотел бы обратить внимание на удивительный факт в человеческой культуре. Когда мы посмотрим на карту великих цивилизаций, мы не можем не обратить внимание, что Всевышний разделил свой мир на Восток и Запад. Есть большое культурное различие между восточными культурами и западными культурами. Различные восточные культуры были знакомы друг с другом. Китай, Тибет, Индия, Япония, Филиппины – все эти народы знали о соседних культурах, но почти ничего не знали о том, что происходит на Западе. При этом на Западе народы Европы, Северный Африк, Восток, до Афганистана – все эти народы были знакомы друг с другом и представляют собой западную цивилизацию. Но они мало что слышали о Восточном мире. И тут мы видим руку проведения, которая разделила человеческую культуру на две части. И в чем разница между этими двумя мирами? Если смотреть поверхностно, то можно сказать, что Восточный мир – он статичен, а Западный мир – динамичен. Вот нашли себя на карте. Все это из первой главы Берешей. То есть взгляд под таким углом – это один из многих углов, под которым можно рассматривать эту первую главу Берешей. Но это очень важный, видимо, угол, потому что он позволяет нам увидеть вот эту альтернативу между статикой и динамикой. Что в каждой из них есть какой-то важный аспект мироздания. И задуматься над тем, где мы в соответствии с ним находимся. Если нет вопросов и замечаний. Идея о прогрессии, о том, что нужно менять мир, чтобы прийти к лучшему миру – это идея за... А идеал восточных народов – это постоянство и стабильность. Это мы видим в рассказе о творении. Вначале был сотворен мир статичный, а после этого мир динамичный. Это, по сути, один и тот же мир с двух разных точек зрения. Есть еще одно различие между двумя мирами. В конце третьего дня не происходит ничего. И в конце шестого дня, который представляет собой новый вариант третьего дня, начинается суббота. Есть к чему стремиться. И так мы начинаем понимать, как устроен мир Всевышнего. Андрей, тут я бы добавила, может быть, какое-то замечание. Вот такой момент. Вот Рав говорит, что западный мир – это идея прогресса. Но я бы сказала, что идея прогресса, она все-таки исходит именно из самого религии откровений, из иудаизма. Там эта идея прогресса появилась. Так что западный мир, она пришла все-таки не потому, что она ему присуща как-то органически, а именно потому, что западный мир через христианство воспринял идею иудаизма. Вот потому туда и пришла идея прогресса. А восточный мир, поскольку это не воспринял, он так и остался при своем, что мир статичен, что действительно, в лучшем случае мир, он такой, как есть, так он и остается во веки веков. А в худшем он, скорее всего, деградирует. Кстати, такая же идея, как я понимаю, была и у египтян, и у греков. Так что до христианства, до того, как они с идеями Тора познакомились каким-то образом. Я бы так сказала. У египтян была такая идея? Ну, я знаю, да, что все древние культуры считали, что мир, он либо такой, как он есть, он так и остается, либо то, что он деградирует. То есть золотой век, вот он был где-то там в прошлом, а потом... Это другое дело. Уже и хуже, я бы сказала. Это другое дело, нет. То есть к лучшему... Это другое дело. Аня, это немножко другое дело, я согласна, да. Но тут он говорит о некотором взгляде на идеал, да. То есть с точки зрения Востока, идеал — это статика, это стабильность. Это, ну, кстати, заметьте, когда он это говорит, он... Я не помню точно, какое слово ему требовал, потому что передо мной сейчас нет этой статьи. Это... Он говорил, что динамия... Не-не-не, не в этом дело. Он говорил, если по-простому что-то в таком. Он понимает, что тут есть очень много нюансов разных, которые эту картину усложняют. Ой, слиха. Извините. Ну, я думаю, что это очень много нюансов, но в очень-очень общем смысле. Во-первых, тут есть уже подход такой, что непонятно, где курица, а где яйцо. Почему именно западный мир воспринял иудаизм, а восточный мир нет? На Востоке есть совершенно определенные религии, совершенно определенные концепции, концепции вот этой стабильности. А в западном мире я не очень уверена, что таких концепций прямо вот восточных, таких, как Нирвана, даже философия, мне кажется, они не появляют. Они, в общем, бы видели мир как все же более динамичный. Даже до, поэтому они могли, наверное, воспринять иудаизм. Так мне кажется. Но, в принципе, точно, конечно, трудно сказать. Мы смотрим на то, что есть сегодня, и это видим определенно. А как это управление к этому привело, или природа западного и восточного мира, это очень трудно сказать. В общем-то, ну да, просто я как бы... А, вот, извините, да, вот Матам, Матам, да, хотел сказать просто. Не, не, Анна, да, давай я потом. Ну, я просто хотела еще один такой кусочек, что, как бы, просто я вот, что-то я читала, что идея прогресса именно этой вот идеи из Тора, именно, как бы из Библии. Потому что ее, как бы, не было ни в человеческом, так сказать, в каких-то человеческих философиях ее не было. То есть ни греки, ни римляне, там, ни египтяне, никто тогда до этого не додумался, что мир идет к лучшему. Такого нигде не было, как бы. Это как бы начали... Нет, ну, вопрос динамики и статики, скорее, не прогресса, не идеала, не коричные цели какой-то, не будущего мира, не Машеха. Об этом нет речи. Действительно, это все иудейские. А в принципе, видимо, мне кажется, может, я не права, западный мир был более динамичным в своем, как бы, в своей основе. В древнем мире кто путешествовал в Китай, там? Китай сидел на месте, а туда путешествовали, туда и обратно европейцы, да? Более-менее так. Они открыли Америку, там, ну, это более поздние, конечно, времена, но они, так сказать, движение, то, что у них были какие-то идеалы, там, воплощение божественной задачи, цели мира, творения, и что мир продвигается к добру. Ну, не об этом речь, а речь о некоторой более динамичности в характере, в представлении о мире, в общем, что-то в таком духе. Так, мне кажется. Ага, ну, хорошо, пускай Матам, мне кажется, перескажет, что мы ему что-то не дали рассказать, прошу прощения. Андрей, если можешь, абзац назад вернуться, буквально два коротких вопроса, если можно. Откуда мы учим, что в Берешит, есть такая идея, уже заложено разделение мира на восток и запад, это первое и второе. Раби Хи, я так понял, Афган, Афганистан относится к Европе, я так понимаю, западной цивилизации. По-моему, про уже современные цивилизации, это уже Раф Шерки говорит. Раб Хи, он жил тысячи лет назад. Ну, Афганистан у нас тоже, да, возникал вопрос, то есть понятно там, что с Северной Африкой, что вот эти все культуры вокруг Средиземноморья, они, то есть, в разное время там принадлежали, то Греции, то Риму, то есть, в целом западные, как бы, культуры. Средиземноморья, это понятно, Северная Африка, это понятно, это, вот, а при чем здесь Афганистан? Афганистан вообще, да, там граничит с Китаем, как раз таки. Ну, как бы, Афганистан на Западе граничит с Ираном, а Иран, это, как это, Вавилон, там Персия, вот эти все дела, они не пересекались. Ну, ребят, во-первых, это все условно, да, в достаточной степени такое деление. Да, в Берешин этого нету, но дальше, когда, мне кажется, когда речь идет о Саде-Эденском и этих четырех реках, там будут уже намеки на восток и запад, на разделение это. Посмотрим, когда дойдем. Ну, опять же, только намеки, да, которые мы можем понять только через комментарии, глядя на современную какую-то реальную. Совершенно верно, да. Вы не забыли, что свобода выбора у нас есть, постулат, да, что, как бы, мир мог развиться там, как угодно, по-другому, и тогда бы нам другие мудрецы вывели совершенно другие комментарии на тот же текст, который, письменный, который не изменен. Вот, а сейчас они выводят такие. Мы видим, смотрим на мир, да, действительно, на Западе динамично, на Востоке статично. Красиво. Да, мне тут всегда это подчеркивает, что в каждый момент мир имеет свобода выбора, и надо понимать, что когда мы смотрим задним числом, но в тот момент, в каждый момент открыты все опции, и все могло бы пойти к другому. Еще важный пример у судьи есть только то, что видят его глаза, да, вот у нас есть такой мир, и мы, как вот при беглом взгляде на него видим, там, что Западный динамичен, Восточный статичен. Если мы начнем копать, да, то поставить себе цель, мы можем это как угодно там опровергнуть, вот, но не это наша цель, наша цель как-то вот посмотреть на мир и понять на наше в нем место по-простому, да, не закапываясь там в какую-то невероятно неоднозначную археологию, как некоторые любят и так далее. Да, и вот тут у нас появляется шаббат, да, идут как бы день за днем шесть дней творения, и мы не видим особого различия между ними, вот то, что там их разделил на 3 и 3, это вот только комментарий мудреца. Но суббота, она совершенно от всего отличается, и она уже вводит такое понятие как цель, да, получается, что вот эти все шесть дней, они стремились к субботе, да, потому что она от них совершенно отличается. В отличие вот того, что четвертый день он, по сути, ничем радикально не отличался. Так, ну тогда идем дальше. И, возможно, я добавлю маленький вопрос. С какой культурой относится народ Израиля? К восточной, статичной или западной, динамичной? Андрей, прости, а вот ты абзац не пропустил, вот предыдущий абзац, мы как его бы мы прочитали, нет? Что-то у меня ощущение, что... Не проскочили мы его, что-то мне не очень понимали. Нет, вроде бы прочитали. Прочитали, да, все, все. Да, то, что суббота-то есть к ни к чему стремиться, да, вот это мы прочитали. Итак, к какой культуре относится народ Израиля? К восточной, статичной или западной, динамичной? Наши мудрецы сказали, что особый день народа Израиля – это суббота. Что такое седьмой день, день субботний? Это день, которого достигают. Если так, то он относится к миру движения, движения вперед. С другой стороны, чем занимаются в шаббат? Отдыхают. Но тогда он относится к восточному миру. И тогда можно сказать, что назначение народа Израиля в том, чтобы соединить эти цивилизации. Я хочу обратить ваше внимание, так, ну, давайте сначала вот это обсудим. Как бы в динамике, насколько я понимаю, главный принцип – это прямая линия, да, движение из точки А и в точку Б. Вот, поэтому она у нас появляется только когда появляется субботний день, что вот есть какая-то цель, да, к чему мы пришли. Чего нету, например, в восточной культуре. То есть сейчас у нас много людей увлекаются буддизмом, и у меня в моем кругу было очень много таких. И вот с ними, когда общаешься, то действительно там все по кругу бесконечно. Там золотой век, значит, серебряный, железный и опять золотой. То есть они не видят такого, куда стремиться, там, реинкарнация у них бесконечная, жизнь не удалась, там, следующее удастся, там, деревня, вот это стремление к природе. Вот какая-то статика, да, то есть даже человек, когда западный, он начинает вариться в какой-то культуре, то вот он и начинает мыслить таким же вот круговым образом, где нету вот этого понятия. Ну, опять же, мы приходим, там, отрезок, да, движение к какой-то цели и кругу, у которого никакой цели нет, там все точки равно удалены от центра, и поэтому получается статика. Так, тогда перейдем. Андрей, только у меня маленькое замечание. То есть идея такая, что, с одной стороны, как бы, вот о чем речь идет, что, с одной стороны, динамика, то есть движение к чему-то там вперед, ну, к чему-то хорошему, наверное, а, с другой стороны, статика, то есть это какой-то результат, то есть вот, там, все идем, там, хорошие цели, потом мы туда придем, и вот будет у нас такое вот время, время шаббата, да, как вот мне, так правильно я вам, какая идея, что вот, и потом будет всеобщий шаббат, когда все будут наслаждаться отдыхом. По-моему, статика, это как раз-таки отсутствие цели. Вот статика, это как бы, ну, вот, как бы, может быть, не цель, но вот действительно, это вот то, что будет вот когда-то, когда вот все мы сделаем все, что должно сделать, мир исправится, все будет хорошо, и вот будем отдыхать. Нет, абсолютно нет, абсолютно нет, ничего делать не надо, поэтому это статика, делать ничего не надо, и никуда не придешь, и поэтому нет цели. это называется статика я не говорю о том, что это называется статика я говорю о том, что по мнению что такое день субботний соединение того и другое она спрашивает как можно соединить, правильно? потому что это довольно сложно как бы кажется, вещи несоединимы действительно, или ты движешься к какой-то цели, или ты кружишься по кругу и никакой цели нет и как бы действительно, субботний день он день покоя в котором ты никуда не движешься но хотя бы даже на этом уровне оказывается, что вот такое временное отключение от жизни оно уже дает человеку в основном, в случае, другую перспективу то есть, когда он временами временами хотя бы отключается от деятельности он подключается к какому-то миру где нет времени вот вроде этой нирваны где нету есть абсолютная божественная которая никогда не изменяется и не как бы, да и всегда совершенно то есть как согласовать это с тем, что Всевышний создал мир который должен продвигаться от хаоса первобытного к к некоторой цели этого мира это немножко сложно потому что это как бы противоречит на первый взгляд противоречащие друг другу концепции но в том-то и секрет еврейства что оно вот каким-то образом их соединяет я понятно? да, да, да понятно просто еще момент такой а вот что видится видится итог мира это что? это вот как мы понимаем все-таки это как бы седьмой как вот говорят итог это как бы вечная суббота это не совсем полярно потому что это на самом деле ну мы когда проходили монету мы об этом говорили что там получается это восьмой день да восьмой день Всевышнего как бы есть две шкалы одна шкала это шкала Всевышнего по этой шкале мы живем сейчас в седьмой день Всевышнего он ушел в отпуск да на субботу он отдыхает он не меняет мир а человек это все возможно на человека изменение мира исправление его а мы живем по некоторой схеме шеститысячелетий да что у нас есть там каждое тысячелетие которое соответствует определенному дню недели и мы сейчас как бы находимся в шестом тысячелетии которое соответствует канону субботы и потом когда они закончатся мы приходим в наш субботний день он же восьмой день Всевышнего то есть именно в этот день будет опять же соединение какое-то восьмой день это уже не суббота это уже движение но для нас это как бы будет суббота то есть мы каким-то образом в нем присоединяемся к субботе к Всевышнему к его планам на самом деле это все это метафора какая-то поэтому потому что действительно реально понять знать что будет за гранью нам я думаю сегодня трудно ну так я понимаю что динамика здесь получается в том что дни идут но они идут к шабату да причем это можно оспорить но тот кто живет там придерживаясь еврейской традиции даже в небольшой мере как это делают на инох они просто чувствуют на себе вот ты спускаешь свою жизнь шаббат да и понимаешь что теперь у тебя вся неделя движется по направлению к шабату то есть вот это как раз в этом есть динамика а при этом шаббат сам по себе он представляет собой покой да то есть получается и динамика и покой в нашей жизни есть там совершенно в балансе из этого ты начинаешь просто ощущать что так же и мир он движется к совершенству то есть у него есть какая-то цель тем не менее трудно сказать что это будет полный покой когда мы этой цели достигнем это то что я хотела сказать может быть слишком многословно да потому что это не совсем то что мы себе представляем как вот этот восточный покой то есть мы будем долго-долго идти и придем в покой ну есть же еще там 9 и 10 день да 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 совершенно верно совершенно верно есть еще продолжение но просто мы сегодня об этом не говорим и действительно есть разные описания того что будет оставим это да нам описывают восьмой день а еще говорят что из 9 и 10 но про него вообще ничего не говорят потому что мы в седьмой это не понимаем про восьмой еще меньше понимаем и так далее вот таким образом у нас как получается такая уходящая как бы бесконечность вектор вот но при этом все-таки вектор какому-то совершенству ну может быть можно добавить я не знаю из того что пишет Равку что как сочетается в мире и в божественности совершенство и совершенствование что это два парамента которые оба присутствуют в божественности казалось бы что это полное совершенство никакого совершенствования уже быть в нем не может тем не менее невозможно себе представить чтобы совершенствования не было и вот этот параметр мира который все время приходит к совершенству движется к совершенству он как бы добавляет мир божественность этот компонент есть совершенство есть совершенство Они, как бы, казалось бы, немного противоречат одно другому, но должны присутствовать вместе, сочетаться. Ну, хорошо. Мы видим, что во всех западных языках дают имя Богу, а с востока, что с востока, солнце славы его. На востоке есть тенденция отдавать славу Всевышнему, но они остерегаются давать ему имя. Например, в книге Дао Дэ Цзин философ Лао Цзин говорит, дао, которому ты можешь дать имя, это не настоящее дао. Итак, мы увидели, что вот Ишаяу, да, об этом говорит уже более понятным языком, что как запад, восток, не то, что первые три дня, а вторые три дня. И мы уже можем увидеть, что и в нашем мире различаются вот эти западные и восточные культуры. Слава и имя. А что понимается под славой Всевышнего? Это что такое вообще? Ну, я думаю, святость, совершенство. Но то, что непостижимо на самом днем, то, что говорит, вот скажем, я не большой специалист, это Андрей скажет про Дао. Но то, что я скорее скажу, то, что имеется в иудаизме, подразумевается под именем, что имена, по сути, описывают действия Бога, не его сущность. Поэтому, когда мы говорим, что в тот день будет Бог единый, имя его единый, когда это у нас сольется в одно. На самом деле мы видим различные его проявления, называем его различными именами. То есть мы настроены на то, чтобы видеть его в движении, в проявлениях, в действиях. И это то, что пытается западная культура как бы обозначить, определить имя. Вот он мудр, он силен, он благ и так далее. То есть он делает соответствующие действия. И мы пытаемся, мы понимаем, даем много имен, понимаем, что ни одно из их имен не отражает сути, но мы хотим подстичь его управление, его действия. А восточные, насколько я понимаю, Андрей меня поправит, они сосредоточатся на том, что постичь тут ничего невозможно, а есть только высшая сила. Ну, а мне показалось как раз наоборот, что имя есть, когда есть скрытие, да, что когда мы с человеком в диалоге, да, мы можем не называть его имени, а когда он, например, отвернулся и нужно его позвать, чтобы он оглянулся к нам, нужно имя, да, что имя указывает на какое-то скрытие. А слава вот обычно, ну, в Торе, да, там, сошла слава Всевышнего, это уже какое-то явное проявление, когда мы просто воспринимаем какое-то присутствие и уже можно не давать ему имени, потому что он уже здесь, мне кажется, вот как раз вот на Востоке именно состояние, состояние. Да, насчет этого я согласна, что это состояние, но имена обычно все-таки ассоциируются с действиями, проявлениями, поскольку они несут какую-то нагрузку смысловую, например, возьмем имя Шадай, да, тот, кто сказал своему миру Дай, да, довольно, да, это мир, это имя, связанное с действием Цинцун, сегодняшнее, например, вот интересно, что, да, вот мы говорили в начале языке, Кабалы, сегодня это называют Цинцун, а в Гемаре Рейшлагиш говорит, вот это имя связано с этим действием, с тем, что он сказал миру Дай, достаточно, достаточно, то есть не надо продолжить, ну, неважно, что он не ограничил какое-то, так сказать, свое действие в мире. Но, в конечном итоге это, так или иначе, это показывает определенные действия Всевышнего. Во всем, так считается, так меня учили, что имена это... Ну, у Рамбама немного другая точка зрения, что имя, оно дает негативное, негативное определение, то есть сильный, значит, не слабый. То есть, да, имя-то ограничение какое-то, когда мы говорим, что Всевышний там, ну, там, он сильный, он там, могущественный, он там, мудрый, это все-таки как-то его ограничиваем. Да, поэтому Маймониду это не нравится, поэтому он говорит, что это не ограничивает его, это его не определяет, просто мы это говорим, чтобы, не дай Бог, не сказать, что он слабый, да, что он силен. На самом деле это никак его сущность не определяет, это вот в основном то, что хочет Маймонид сказать. Действительно, это не касается его сущности, и даже, мне кажется, не касается этого переживания, о котором говорит Слава, да, то есть это как раз переживание. переживаниям. А имя — это какие-то характеристики действий, как он действует в мире. Поэтому это связано как-то с динамикой, а слава связана с остатками. Ну да, с переживанием. Человек сидит и наслаждается переживанием того, что ощущением присутствия Всевышнего. И никак не пытаясь это описать. То, что Андрей сказал, это следует обдумать, наверное. Я не очень это понимаю. По поводу имен Всевышнего. Вот сейчас идет очень хороший урок. Уже уроков 10. Цикл Рава Рубенса по 13 принципам Рамбову. Мы там это все разбирали. Очень хорошо. Основная идея в том, что все позитивные имена... Это то, что я говорила. Это то, что я говорила. По моему имену, да. Поэтому он придерживает сомнения, что лучше говорить негативные атрибуты. То есть он не такой, он не это, он не вот это. Не, не. Он не говорит, что лучше или хуже. Он говорит, когда то нам дает позитивное определение, он подразумевает отрицание негатива. Ну, то есть, это не потому, что мы должны так говорить или мы должны говорить иначе. Он говорит, что предпочтительнее и более правильно давать негативные определения. Я, на самом деле, надо посмотреть точно текст. Я вот такого, как вы говорите, я этого не видела. Но надо проверить. Я никогда не слышала, что кто-то как-то вообще пользовался негативными определениями. Да, это другой вопрос. Он тут же говорит, что мы этим не пользуемся. Почему? Потому что это противоречит природе человека. Нам трудно говорить, что вот ты там не какой-то. Да, да, да. Ну, все хорошо. Поэтому мы это не используем. Все правильно, да. Все верно. Ну, да. Вот если мы по такой секундочку еще, это в греческом терминологии называется апофатические и катафатические свойства. То есть апофатические – это отрицательные. То есть мы говорим, что Бог, он там не слабый, он там не смертный, он там не там. Ну, Маймонит же, мы знаем. Да, ну, и Маймонит, он, кстати, жил в арабской цивилизации. И то же самое так, и мусульманское богословие также считает, что да, про Бога лучше говорить, кем он не является, кем он там, кем он является. Кстати, христианское богословие тоже так считало, что ну, как бы мы ближе к его, его сущность непознаваемая, поэтому мы ближе к нему, когда мы говорим, кем он, кто, чем он не является, кем пытаемся его определить. То есть определение – это уже ограничение. Вот такая вот идея. Тем не менее, в данном контексте как раз Раф Ширке этого не имеет в виду. Он имеет в виду имена, действительно, которые Танах ему дает, что они определяют какие-то действия Бога, его проявления, которые мы видим в нашей жизни. И они проявления очень разные. Скажем, вот этот гимн, который мы поем в конце субботней молитвы, что мы видим его проявления и там сказано, и судим о нем по его делам. Они могут быть различные. Он выглядит, как старец, когда он сидит в суде, и как юноша во время войны. То есть он сегодня выглядит так, завтра по-другому. И мы судим о нем, даем ему имена Всевышнему в соответствии с его делами. И мы представляем его себя в соответствии с его делами. То есть в каком смысле то, что Хойс Раф сказал, мне кажется, что в этом различие тоже между динамикой и статьей. Мне кажется, необходимость в наличии имени возникает, когда есть тот, кто это имя дает. Что мы называем его по действиям, опять же, когда кто-то указывает на это действие. Да, ну хорошо, да, да, да. Когда появляется второй, да. А вот Лао Цзи как раз говорит, что все, если тебе нужно дать имя, то, значит, ты выпал из состояния единства. Да, да, да. Да, есть какое-то отстранение. Действительно, это правда. Но, может быть, это отстранение и создает динамику. Я не понимаю. Да, конечно. Нет, тут есть такой момент даже, Катаро Кутинского зачитывалой рамбом даже в одном месте намекает и говорит, что это признак изолопоклонства, когда мы даем имя. Мы сейчас только не вдаемся в... Я тоже не вдаюсь, мы говорили о именах Бога. Да, я понимаю, да. Но у Маймониды, у него специфический взгляд на это, он идет довольно далеко в своем желании бороться с... Малейшими с малейшими, это какими-то намеками, признаками какого-то уподобления Бога там. Да, потому что... Потому что в его времена это было, видимо, актуально. Поэтому он очень категоричный. И что у нас там дальше, Андрей, про то, что Израиль находится? И где находится Израиль, между именем и славой? Мы знаем, что в молитве после произнесения стиха «Шма Исраиль» произносит стих «Барух, Шем, Квод, Малхуто» «Благословенно имя, слава, царство его». И здесь мы видим, что еще один раз Исраиль соединяет в себе противоположности имя и славу, динамику и статику, и таких противоположностей, которые соединяются в нем, мы увидим еще много. И действительно, если смотреть на эти два стиха, мы поймем, что в иудаизме есть нечто странное. С одной стороны, Всевышнему дается имя, но это имя запрещено произносить, как будто имени у него нет. Мы видим динамику между точным определением и между отсутствием точного определения. В центре находятся знания о Боге, которые характерны только для Израиля. Близость и отдаленность одновременно. Можно назвать это трепетом и любовью. Каким образом мы видим, как по сути устроен мир? Мир построен из трех слоев – свет, небеса и земля. А потом к этому добавляется движение. И это дало возможность появлению в мире жизни, животных и человека. И это первое замечание Рава Абрама Анаси. По-моему, тут реализация всего, о чем мы говорили. Что приближение, удаление, динамика между этим. Да, вот имя Всевышнему настолько свято, что его лишний раз вообще лучше не произносить. Кстати, вот это интересное различие. Я не знаю, например, есть и христианская практика молитвенная, и потом о мусульманской. И там не говоря о том, что это в восточной практике. Там имя Всевышнему. Есть такие, как мантры так называемые. Ну, как-то и называется иначе в разных традициях. Такой метод, в общем-то, многократное произнесение каких-то имен Всевышнего или каких-то священных слов, которые там заменяют это имя. Ну, так или иначе. Это вот как-то человеку считается, он приближается к Богу. В элдаизме это, наоборот, не приветствуется. То есть лишний раз упоминать имя Всевышнего не годится, нельзя. Есть же запрет на лишнее благословение, допустим, что нельзя говорить благословение, если ты ничего съесть не собираешься и тому подобное. Вот такие моменты. То есть такое почтение перед Всевышним, что имя Него есть, но лучше в это имя лишний раз не говорить. Вот так. Я вот заметила просто такой момент. Ну, может быть, это как раз потому, что мы этому имени действительно продаем реальное значение. не как некое средство войти в нирвану когда-то, или там в экстаз, соединение духовного. Там же как бы при этом, ну, если я правильно поняла эту практику, которую вы описываете, само имя как бы уже теряет значение, имеет значение только вот его функции, которые выполняешь. Я когда его произношу, да, а в Элдайзене мы к нему относимся серьезно, оно что-то значит, ты не можешь его произнести, не имея в виду конкретную вещь, например, в молитве, когда его произношу. На самом деле, вот скажем, сефардский каббала, она очень серьезно, этим занимается гораздо больше, значениями имен, намерениями, которые человек их произносит, именно самой молитвой, больше, чем Ашкенасской, которая, она больше настроена на понимание структуры мировой и так далее. Это в скобках. Можно одно слово сказать? Да хоть 14. Да, спасибо, нет проблем. Ну, я такой струнный, Саня. Я вот это не хотел сказать, просто у меня так сейчас запало, запало. Меня всегда дико раздражает, до сих пор, просто совершенно, и, ну, я как бы сдерживаюсь, я сейчас не про вас, не бойтесь. Вот. На мой взгляд, совершенно ужасное использование имя, когда пишут по-русски Ашен. Вот как слышат, так и пишут. Ну, да, оно... Сейчас, полсекунды, полсекунды. Во-первых, у меня это может быть связано с типографской работой, очень может быть, что у меня как бы предвзятое отношение, потому что я просто привык, что это пишут не так. С другой стороны, когда я вижу, когда люди, не знающие иврита, когда они пишут, можно ли молиться Ашему, можно ли сделать Ашему, может... У меня, как бы, Халила, или там Леавгель, такое впечатление, что люди вообще к этому соотносятся, как будто это какая-то, не знаю, физическая реальность, типа, да, не знаю, истукану, что такое Ашем, это вообще лишено всякого смысла. Все, кончим. Да, но на самом деле, это, да, это слово, означающее имя, вообще... То есть, на самом деле, не хам, Ашем, Ашам, Ашам, это же, ну, как бы, вина получается. Ашем, да, и поэтому еще мешается. Быть виноватым. Известная бдиха, просто на уровне, вот, изучения, там, не знаю, первых уроков иврита, понимаешь, Мяшем, кто виноват в том, что люди не могут выучить либо написать это, я не знаю, Гестильды, как было принято, с Эшем, не знаю, как-то, напишите имя. То есть, как бы, странный подход, что, вот, это все-таки, помню, это связано сейчас, на то, что мы говорим, что имя, например, Всевышний, которое, если ты переводишь на другой язык, это имя, которое ассоциируется у тебя с определенным образом, правильно, отстраненным, Всевышним. То есть, есть что-то, что действительно совпадает с традицией. С другой стороны, когда говорят, что все, вот там, Всевышний, там, еще что-то, что-то все чисто христианские наслоения, но при этом, используя слово Ашем, я не знаю, я просто лезу на стенку. Я с трудом... Всевышний вполне понятное слово, это тот, кто находится высоко, это вполне допустимо, над всеми на... Ну, мы знаем, только, окей, закроем эту тему, мы знаем, как бы, целые издания, в которых, конечно, в которых все время пишется Ашем, 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 кто Ашем? Ты хочешь эти популярные издания? Ашем? Ну, да, я не хочу данное место, по цвету, по цвету, как бы, как бы, не тыкая пальцы, но, по-моему, просто, я пытался... Это ошибка, конечно, оно вызывает неприятное, неприятность у меня тоже, не потому, что... Я должен сказать, что все-таки, должен сказать, как бы, заканчивая эту тему, да, если можно, я прорвался, что вообще, из всех известных мне издательств, действительно, кончая, кончая книжниками, которые сейчас самые большие, и идя дальше вниз, там, не знаю, издательство Шамир, Штензальц, в котором я работал, Хаббат, Прима Гурпинки, наконец, Катон Тиаманах, в которой я был, никто никогда не писал Ашем. То есть, это всегда... Ну, слава Богу, Господи. Это всегда был... Да, Маханаем, конечно, это всегда было ощущение, что это дикое дилетантство. я даже... Ну, вот то, что люди, как бы, усваивают, это начинается, как бы, они начинают это употреблять, мне кажется, что это какой-то совершенно не тот, даже смысл начинается. Ашем это любит. Ашем это. Натан, ну, я мы, лично мы, как я понимаю, тут невиновны в этом. Окей, да, да. Но у него это болело. Ты знаешь, еще такой проблем, у меня это реально. У меня это реально. У меня это проблема, но это все очень пример, наверное. Я тебе, знаешь, могу сказать, это проблема такого новояза, свойственного новообращенного часто. Нет, то у Рассеяна как шлангу. Человек хочет показать, что он причастен какой-то там традицией. Вот он всякие термины использует. Да, вот шувануться. Сто процентов. Стоп, это, слушай, мне это бесит, мне бесит, когда я слышу. Точно так же, как говорят шувануться, понимаешь? Да, то же самое, как портануться. Это полулагерный режим, полулагерный слехосленд, понимаешь, который, ну, как бы приятен какой-то ты самый, понимаешь? Но меня это тоже, меня это бесит. Нет такого вот шувануться. Что это? Это тоже бесит. Ну, что это такое? Так, раздеваться на везде. Пятиминутка ненависти закончена. Давайте продолжим. Давайте дальше. Давайте дальше. Не будем показывать пальцы. Не будем показывать пальцы. Я просто хотел напомнить то, о чем вы говорите, о Шемоте и так далее, и всевышнего. И надо вспомнить третью заповедь, окей? Лотиса шемлеха лешав. Не упоминать все. И все. Однозначно. Лешав, мы вообще не здесь не упоминаем, мне кажется. Мы занимаемся... Я вообще не про вас говорил, Михаил. Нет, ну, как бы так. Я прошу, продолжим. вытер себя из горизонта. Ну, тогда идем дальше. Да-да, Вторая часть. Теперь я бы хотел подойти ко второй его идее. Я бы хотел объяснить ее путем рассмотрения того, что происходит в мире. Мы видим, как я сказал, солнце и луну, и редиску, и огурец. Мы спрашиваем, что из этого относится к вечности, а что нет. И тут Раби Авраам Бархия показывает нам очень интересную схему. Через одно слово, которое постоянно повторяется в первой главе перешит. Это слово еги, да будет. Например, еги ор, да будет свет. И объясняет Раби Авраам Бархия, что в каждом месте, где говорится да будет, имеется в виду нечто постоянное, к примеру, свет. Все дни существования мира в мире есть свет. Да будет небосвод. Все дни мира в нем будет небосвод. А также да будут светило. Во все дни мира да будут светило, солнце и луна. Но мы видим, что есть создания, о которых не говорится да будет. К примеру, растения. Написано, да произрастит земля травяной покров. Не сказано, да будет. То же самое о животных. Не написано, да будет душа живая. А написано, душа отходы наполнится живыми существами. Произрастит земля и так далее. Что такое... Может быть, микрофон кому-то выключить? У нас тут микрофон нет. Мы на тракторе едем. Я что-то не понял. Я выключил микрофон. Это у меня выключил сам, не знаю. Может, тот звонил. Обязательно. И даже о человеке не написано да будет человек. Почему? Ну, тут понятное дело, да, что есть у нас творения не меняющиеся, такие как свет, солнце, луна, земля. Опять же, мы смотрим по-простому. Нету судьи, кроме того, что видят его глаза. Нам астрономы скажут, что солнце тоже оно погаснет однажды, и оно однажды возникло и так далее. Но мы живем, вот как нам наши чувства говорят, что земля, она вот цифрена, и все, и она есть. А есть такие создания, самовоспроизводящиеся, такие как растения, там животные и человек в их числе, как одно из них. Вот. И, собственно, об этом мы узнаем опять же из книги Берешит, что во время их созданий это было описано совершенно там разными инструментами. Есть слово «Егида» будет, вот оно и есть. Что-то есть добавить? Нет, все хорошо. Да, вот это вот как бы совершенно неочевидная вещь. С одной стороны, ты принимаешь это на веру, но с другой стороны, тем не менее, когда тебе это говорят, ты видишь, действительно, это так, что есть разная, разная, вот эта вот не идентификация. То есть, соответственно, с этим словом ты можешь действительно различить, это все так, свет он там, светил вечный, человек и растение временное. Но, конечно, самому до этого додуматься трудно, но то, о чем мы раньше говорили немного, потому что существование всех биологических растений, животных, всех биологических созданий растений, животных и человека ограничено, все они умирают, их существование происходит через их потомков. Мы видим, что свет, светило и небосвод существуют постоянно, но все животные и человек не вечны. Все это справедливо только в отношении этого, исторического мира. Там что-то происходит. Нехама на тракторе ездит, что-то такое. Ну, у меня там кто-то под окном что-то сверлит. Ну что, выключи. Нет, сказать ему, что у нас урок, нет. Так, ну хорошо, идем дальше. И по этому поводу есть новая гениальная мысль Раби Авраама Бархия. Он обращает внимание на то, что в этой главе есть еще одно слово. Да будет ва-еги и стало. Слово еги здесь появляется вместе с предлогом ва-в. Каждое место, где говорится и стало, это другое, вечное существование. И то, что мы называем улам-аба, грядущий мир. То есть у нас есть еги, это когда творец говорит да будет что-то. Но, как бы, отклик на его да будет происходит только, ну не каждый раз, когда он говорит, что да будет, то есть и стало. Он сказал да будет и стало. И вот в отношении чего написанного а-еги, к примеру, да будет свет и стал свет. Да, тоже как бы изначально мы на это не обращаем внимания, а выясняется, что про все остальные это создание и так мы видим, как есть свет во все дни этого мира, будет свет, может быть, другого вида, в мире грядущем. В осводе и светилах написано да будет, еги, но не написано и стало, ваи. И так мы видим, что в грядущем мире не будет небосвода и не будет свет, и нет растительного и животного мира. Не написано и стала трава, и стали животные. Но написано искал человек душой живой. Мы видим, что уже здесь Писание разъясняет то, о чем писал Рамхаль в книге Медвелат и Шарим «Везя праведных», что человек сотворен не для этого мира, но для мира грядущего. Получается, что в будущем мире не будет небосвода, не будет светил, не будет растительного и животного мира, но есть свет и есть человек. И отсюда мы видим порядок, схему творения. И это нам очень помогает понять, что с точки зрения Торы вечно, а что приходящее. То, что приходящее, то, у чего нет существования вечного в этом мире, кроме человека. Но и про человека не сказано, не стал Адам живой душой, а сказано и стал Га Адам. Га – это определенный артикль. Каждый человек, который достоин называться Га Адам, человек с большой буквы. Но это мы по-русски так перевели, человек с большой буквы, на иврите это просто определенный артикль, то есть имеется в виду какой-то человек, который имеется в виду. Он удостоится будущего мира. Если так, то я думаю, что мы сделали здесь очень интересный поворот и увидели, как Тора классифицирует короткими, но глубокими словами все создания. И это то, что мы рассмотрели сегодня в книге Берешит. Я не знаю, я на... Сейчас, одну секунду. На обсуждение хотел этот вопрос поставить. Я не думаю, что они хотят реально сказать, что не будет ничего вообще, останется только свет и человек, что это будет обязательно, как это, Маймонит видит мир душ и ничего больше. Никакого ничего материального не будет. Мне кажется, здесь мысль такая, что вот духовное продвижение в этот мир по вот этой самой линии динамической, оно есть у света и есть у человека. А все остальное это природа, которая остается на том уровне, на котором статическом, на котором она была. не то, что она пропадет куда-то. Но у нее нет не то, что она пропадет, но у нее нет этого высшего существования в том смысле, что она не поднимется на какой-то другой уровень. Может быть, я не права, я просто на обсуждениях этого поставила. Как вы думаете? Может быть... Ну, интересный вообще момент, вот на самом деле, а в будущем мире действительно природа, там животные, вот это будет или не будет. Что ты делаешь, что мне кажется, что здесь как раз Рав в самом начале подчеркнул, что мы говорим не о хронологиях, а о ценностях, о духовных каких-то иерархиях. И поэтому можно было бы предположить, может быть, можно у Рава спросить, что имеется здесь в виду, что будет только свет и будет только человек. Может быть, это в некотором духовном смысле будет. А в физическом смысле все останется на месте. То есть, трудно сказать. Ну, к тому же, мы действительно не знаем, как будет выглядеть в будущем. Но это вот вопрос, действительно, что имеется в виду. Может быть, речь идет о том, что пока это не стало, да, что Всевышний сказал да будет, и оно вот есть пока, и у него дальше есть выбор у всех этих созданий. То есть, пока что их существование, оно питается от вот этих слов Всевышнего. Вот сказал да будет, да, дальше у них есть свобода выбора. Или у человека есть свобода выбора взять это все с собой в Улам-Абба, да, или не взять. Ну, может быть. А то, что уже 100% стало, да, по его слову, это вот свет и человек. Ну, это как бы на данный момент. Вот, возможно, так. Не, но мир как бы не закончен, мы же знаем, что мир не закончен. То есть, мы же читали, вот с Нихамой мы же читали у Мини, то, что как бы мир, он так задуман, что как бы он, так сказать, он должен совершенствоваться, он как бы, он не окончателен. То есть, вот так вот так вот как-то получается, что может быть небес, может быть там небосвод и там солнце и луна, они там может быть закончены, даже не знаю, может быть. А уж там, человек там и вот весь материальный мир, он точно, как бы, то, что вот относится к движущему семье, он как бы все время, он как бы не окончен, он развивается, совершенствуется. Мы проходили, что только то, что мы проходили с манитурой, что только свет, он создан полностью таким, как был запланированным Всевышним, а все, весь остальной мир, в нем есть какой-то недостаток, который человек должен восполнить, да, так что, может быть, если он его восполнит, он этим, как Андрей сказал, возьмет с собой в будущем мир. Но это вопрос, да, интересный. Я возьму этот большой мир каждый день и каждый его час, как пел детские песенки. Ну, это я не знаю, к сожалению, песни. То есть то, что мы сможем исправить и, как бы, там, очистить, исправить, оно перейдет туда, туда, с нами, там, может быть, то, что мы любили здесь, то, что, может быть, наши... Вот многие люди, те, кто держит домашних животных, те, кто их любит, все переживают, а будут ли наши любимые, там, не знаю, кошки и собаки, там, с нами, допустим. Между прочим, у меня, у меня действительно такой точный вопрос возник. Много лет назад очень у меня была собака, которая умерла, и это было еще до, так сказать, того, что я осознала себя как религиозной, я вот спрашивала себя, если вот есть этот будущий мир, действительно встретить... Ну, потом у меня погиб муж, да, я спрашивала себя, встретится ли он там с нашей собакой, которая погибла до него. Но такие вот действительно мысли возникают, может быть, это глупо, но это тот мир, в котором мы живем. Понятно мне, что я не могу с собой забрать там что-то вот проходящее, мелкое, деньги, славу, там. Это как бы с точки зрения морального понятно, что это все приходящее и суетное. Но иногда кажется, что есть какие-то такие вещи в этом мире, которые имеют большое значение. Хотелось бы их с собой забрать. Мне тоже кажется, что может быть, то, что вот мы любили здесь, и то, что мы как бы свои какой-то там привязанности, любовью там как-то приблизили, там, к чему-то возвысили, может быть, оно с нами то уйдет-ка в каком-то виде действительно туда. Ну, хотелось бы так. Это интересная мысль. Но главное, что, конечно, мы не знаем. Но в этом все надо искать какой-то духовный смысл, наверное. Можно добавить пару слов? Ну, конечно, всегда все можно добавить. Вы говорили вот про развитие то, что мир не закончен, развитие там всего, что не взять и так далее. Мне как бы напомнило перед у нас есть такое условие То есть Всевышний каждый день сотворяет творительный мир. Обновляет обновляет там, да, и творит мир каждый день. В этом заключается очень большой смысл. Да, конечно. Но просто кстати не хам, а как сочетает вот эти слова о том, что Всевышний каждый день обновляет мир с тем, что вот вы говорили по какому-нибудь то, что мир он как бы это самое как бы Всевышний он не у шаббата. Он отдыхает. Он как бы все. Не, это так сказать то, что находится на шкале времени. А эта точка обновления она находится как бы вне времени. Она находится в момент творения. И этот момент творения он стоит как бы над временем. Это мы проходили уманиту тоже. И он дает как бы обновляет мир каждый миг. Поскольку он не связан с временем. Творение само. Для него нет времени но для творения оно есть. В нашем мире он как бы продолжает действовать как-то. Творение Махадеш Бухульон Масеби решит это творение оно творится каждый день. А с точки зрения действия обновления исправления формирования это если говорить на языке кабалы скажем то это разные уровни творения. Это уровень Брия а это уровень Ецера формирования и так далее. Даже это выше чем уровень Брия наверное творения. Это самый первый миг вот этого творения когда еще Всевышний просто создает мир. И он вне временной. А дальше есть уже шесть дней творения в которые Бог формирует мир. Он вмешивается он там есть уровень Ецера и уровень Исия мир активно формируется изменяется создается. То есть разные уровни изменения. Но потом от всего этого Всевышний на шестой день отстраняется. Он прекращает активное вмешательство. То есть он уходит как бы за занавес. Он скрывается. Не то, что он совсем не вмешивается. Брия это же такое три там вот эти по-моему три да вот Брия это какое-то прям кардинальное изменение что вот из ничего. А дальнейшие вот эти ниже уже там Вопрос там из ничего это тоже мы не дома говорили. Как это на самом деле надо понимать что это не совсем из ничего. Это более классический такой классовский взгляд экс-мила да что он сотворен из ничего. Это с нашей точки зрения как бы из ничего вдруг возник. А на самом деле там все сложнее но это уже как бы не наша тема. творение происходит действительно каждый день но сам творец он прячется за занавеской всю историю человеческую он в сокрытии и его конечно он продолжает влиять на мир управлять миром но мы не видим открыто его его действия почти никогда ну бывает иногда откровение то есть смысл какой-то субботы всевышнего это то что он не очевидно его присутствует да-да-да его суббота это значит что он оставил работу по исправлению мира возложил ее на человека в этом была вся вся цель вся задача можно добавить Нихама да-да-да конечно хорошо вы про кабалу это самое если вкратце я могу поправку проще просто для но я хочу сказать что понятие человек мы в этом материальном мире не можем жить вне времени и пространства вне этих понятий да мы находимся в этом материальном мире который называется сия только здесь эти понятия так сказать релевантные и приемлемые и дальше выше так сказать сия бреа и выше этих понятий не существует там нет времени там нет пространства поэтому твой вопрос по поводу а если там время если для творца нет времени потому что он не то что выше он даже выше над Кеттертом и так далее, он бы оценил. Нет, ну это совсем уже совсем уже какие-то... Нет, я вкратце, если правильно. Если неправильно, попросту. Нет, все правильно, просто так сказать, вопрос, как мы повернем увеличительное стекло, как мы увидим где, как, каким углом... Ну, основная идея, что время и пространство, они существуют только в нашем мире. Да-да-да, конечно, они существуют только в мире России, это верно. Да, это правда. Ну, хорошо. Тогда мы на этом остановимся, если есть еще... Может быть, кто-то что-то хотел бы сказать, как-то вот почему-то все молчат, жалко у нас тут народу-то больше гораздо... 12 человек, а вот только мы там, сколько у нас? Четверо. Да, господа и дамы, у нас сегодня много дам. Лиз, пожалуйста, мы не знаем, как вас разговаривать, подскажите нам. Нет, это как сказать... Секундочку, Андрей, я что скажу. Недавно вот в Фейсбуке я читала реакцию Раби Мейра Мейра Левинового, и он там отзывался о вот этом обучении через Zoom интерактивном. Он говорит, это чрезвычайно тяжело для учителя, потому что он не видит реакции публики, он не понимает, восприняли, не восприняли, как восприняли. Когда ты сидишь в классе и видишь лица людей, ты знаешь, где нужно остановиться, где нужно еще раз объяснить, где нужно пошутить и так далее. Это я просто пересказываю то, что Мейер написал. Это совершенно верно. Я, например, на уроке Гемара, который в этом году участвовал по Zoom, так, из-за этой короны, Раб просил всех включать камеры. Да, чтобы видеть людей, чтобы видеть реакцию, чтобы понимать, как ему двигаться. А когда ты и не видишь людей, и не слышишь их, и не понимаешь, ну, конечно, можно делать фронтальную лекцию, можно сделать небольшой разговор между нами. Не хамара, а можно я влезу, таки буду, вылезу из молчащих. О, это прекрасно. Прекрасно. Я вот тут слушаю, слушаю, и могу сказать следующее. Формат, скажем так, либо это должна быть беседа, да, потому что, на самом деле, во многих случаях хочется, скажем так, пару слов вставить, но пока кто-то говорит, мыслью, либо она уже заканчивается, либо ее уже проговаривают, да, и, собственно, уже и сказать-то нечего. Либо надо уходить так очень глубоко в дискуссию, да, там, с Натаном, например, не согласиться, и из пятиминутки ненависти сделать, там, час дискуссии о некоторых вещах. Например, да, и вот тяжело на самом-то деле, да. Послушай, поднимай руку. Послушай, я тебе скажу технически. Когда есть рука, ведущая обязательно даст слово. Он прервет. Ну, когда это нет, действительно трудно прерваться. Либо поднимать руку. Просто нажмите. Это просто знаешь к чему? Пока ведущий отреагирует на руку, например, тема немножко уйдет. И уже будет обидно как-то возвращаться к другой теме. Ничего страшного, можно вернуться. Просто пишите в чате или писать в чате, просто не забыть. Или руку. И вернуться тоже, это замечательно, это прекрасно, это очень важно. Это самое простое. Я как бывший ведущий, могу сказать, это самое правильное и хорошее. Это все видят. Все видят, что кто-то хочет сказать. Поэтому, поэтому моментально, буквально в самое быстрое время обязательно дадут высказаться. Это 100% самое удобное. Просто поднимите. И потом, я обратила внимание, несколько раз останавливались, были такие перерывы. И Андрей ждал, спрошу, есть ли вопросы. А вот там, что вопросов не было. Да, есть вещи, которые... Ну, так надо, можно вернуться к тому, что было раньше. Да, Андрей ждал. Уже делала паузу, каждая спрашивала. Либо пишите. Нет, нет. Либо писать в чате. Писать в чате, хотя бы, ну, главное. Натан, Натан, послушай, Андрей прав. Это слишком серьезная тема. Я сам себя чувствую не очень удобно каждый раз, когда я прошу пару слов ставить. Потому что есть серьезные моменты, когда я не просто хочу что-то там это добавить, а не так далее. Хочется, что-то разговаривали. Поэтому это проблематично. Это отвлекает, как бы, занимает время. И каждый раз выслушиваете, ну, давайте вернемся к основному вопросу. Послушай, а когда в сале сидят, ты был на лекции РАВА или вообще на лекциях? Человек должен поднять, он должен встать, он должен переместить. Это еще гораздо сложнее. Конечно, если бы у нас было сто человек, это... Хочешь сказать-то, Андрей прав. Я хочу сказать, что у нас Энбрера. Натан, вот это... Я тебе вот буквально на мысль, которая была минуту назад, да? Я был у Рава Йоне на его онлайн-лекциях в начале, да? Когда вот по Зуму там пять человек, да? Вот я специально пару раз сказал, что это тот самый страшный зритель, который пугает Рав Йона своих по запись, да? Так вот, влезть, когда там их трое, да, пытаются спросить более привычно, да, это очень сложно, кстати, понимаешь, не смотря на то, что как бы... Поднимай руку, но это простой... Это технически это понятно, Натан, это по смыслу лекции, да, или по смыслу беседы, ну, либо должны все говорить одновременно, что... Послушай, это техника ведущая, я тебе могу сказать, я веду не только здесь, я веду, например, англоязычных, которые присутствуют 70 человек, у Рава Шерки было 100 человек, и тем не менее, у тебя цепочка есть рук, если это Рав, то Рав говорит, сейчас время для вопроса, все, открываешь, а другой человек задает, это делается технически по конвейеру, у нас не 100 человек, я тебе объясню, положись на меня, окей, 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 попробуй, попробуй, попробуй. Нет, ну, на самом деле, действительно, когда 100 человек необходимо, чтобы поднимали руки, иначе будет балаган, все будут гореть вместе, а, например, в том же кафе Дату у Рони Акреша, люди вполне, там, 20 человек на уроке, вполне влезают и спрашивают, извините, можно спросить, конечно спрашивайте, и это всегда так, я, может быть, я какой-то очень... Окей, окей, тогда я вот просто проведу эксперимент, я вот, собственно, хотел, вот, буквально то, что было там, перед самым концом, да, тема по поводу и было, и стало, или было, и не стало, да, мне вот, например, кажется, да, что, скажем так, там, где сказано и еще нет, с косов, и не стало, да, то это вполне возможно, что просто материальный мир будет модифицироваться, да, скажем так, в седьмом тысячелетии, да, условно, и просто хотя бы несколько это не стало, ну, будет какая-то другая форма материи, да, условно материя, да, понятно, да, и все это еще будет как то, возможно, что и станет, да, скажем так, опять-таки, это условность, да, потому что материя, как сейчас, возможно, что она действительно просто иллюзия, условно, да, можно считать, да, как бы после, там, скажем так, ошибки Адама, да, она появилась только так, в этом виде, да, то, что, это нечто иная материя, так ее называют, да, ну, это, опять-таки, это вопрос долгий, ну, если бы такой влез, можно было бы далеко уйти, ну, вот, как вариант, это, причем, можно было бы вставлять, как комментарий, это просто на Тану еще, да, еще, как, ну, буквально там, после каждого третьего, четвертого момента, когда, а что еще дополнить, ну, можно очень долго дополнять разными такими вещами, ну, опять-таки, от формата, если мы лекцию Рава Шерки обсуждаем, это, типа, один вариант, а если у идеи, это другой вариант, тоже не очень понятно. Мы обсуждаем лекцию Рава Шерки, но если у нас возникают какие-то вопросы или идеи, то ничего такого в этом нет, чтобы поднять вопрос или некую идею высказать, тем более, если у нас нет однозначного ответа, что Рава имел в виду или что имеется там в виду, то мы потом можем у Рава Шерки спросить. Да, и сопоставить. Ну, окей. Вот, ну, вот моя, например, точка зрения, что и стало, это еще, скажем так, будущее, да, такое условное. Вот, понятно, что есть какое-то вневременное уже явление, да, но возможно, что время будет тоже как-то модифицировано, но это фантазия, опять-таки, да. Ну, хорошо. Да, ну, просто потому, что ориентация все-таки людоизма как бы на этот мир, да, больше. И кажется, что именно в этом смысле. Это им хоро. Это правда, да, это совершенно верно, потому что мы в этом мире, как бы мы знаем, что есть цель вне этого мира, но действовать мы даже внутри него, это вот такая поразительная вещь, но так вообще всегда. Цель всегда должна быть вне, иначе человек теряет, иначе это не не та цель, которой стоит ее добиваться в этом мире. Ну, хорошо, потратил все свои силы на защиту диссертации, защитился, ну, и после этого человек, очень часто у него бывают инфаркты, не может дальше нормально. Депрессия или что-нибудь еще. Да, ну, вот он хотел там, не важно, он хотел написать книгу, он хотел добиться признания, вот теперь у него уже все есть, и, как говорится в анекдоте, парень, у тебя уже все было. Да? Это в психологии называется синдром Мартина Эйдена по герое романа Джек Лондона, который покончил с собой после того, как добился успеха, у него все было, и он как бы не понял, зачем ему теперь больше, типа и дальше. Это как бы, это очень явно в нашем мире, но это общий такой принцип, и поэтому иудаизм, который ставит цель вне, за пределами как бы сегодняшней реальности, это дает человеку как большой оптимизм и большой заряд движения на всю жизнь, который ему дает ему двигаться и наполнять жизнь смыслом на самом деле. Не теряйте. Хамма, можно я поправить, я хочу вас доп... Меня поправить? Засло. Конечно. Меня поправить, а вы дополните по поводу эгоизма и так далее. Я так думаю, что цель, как вы сказали, эгоизма внешняя, правильно? Да-да. В другом мире. То же самое в христианстве и в исламе. Принципиальная разница в том, что только в иудаизме наш мир имеет значение, в котором мы находимся, потому что это поле для работы. Иначе тебе эта цель не застегла, она переоседует. Совершенно верно. Я думаю, вы совершенно правы. Уточнение совершенно верно. Такой момент, только секундочку, я все напоследок, да, вот Матан правильно сказал, но немножечко другой момент. Иудаизм говорит о том, что этот мир, он развивается. И христианство, ислам говорят, что этот мир, он как бы, ну вот, он как бы таков, он как он есть, и больше ничего там, как бы, ждать не приходится. То есть его придется или в какой-то момент он просто будет уничтожен, ну или просто, да, он как бы отброшен будет, как ступень там, ракеты. И все, и все. А это именно, именно, что вот будет, этот мир развивается, и то, что Бог создал мир специально несовершенным, чтобы человек был партнером Бога, это идея именно, вот идея тоже, что партнерство там. Очень приятно, поскольку вы действительно знаете не внешне, а изнутри эти вещи, поэтому вот это вот развитие. Например, для правовинства Сулейманина это богохульство, сказать, что человек партнер Бога, это просто богохульство. Да. Это кошмар, ужас вообще. Здесь мы видим это даже в языке, да, что у нас одни творения еги, а другие вайги, то есть они перешли в вечность, и выражается это тем, что к ним добавилась буква вав, да, но все, что было до этого, оно остается, то есть это даже в тексте видно. Ага. Но партнер тоже странно, честно говоря, с одной стороны, все-таки, если говорить на еврите, да, шутафуд, партнерство запрещено, но тем не менее, как бы, говорить шутаф... Не-не-не-не-не, не-не-не, но ты чего? А почему шутафуд? Шутафуд? Шутафуд. Шитфуд? Шитфуд это совсем другое. Шитфуд? Ты имеешь в виду шитфу, что он запрещен? Шитфу это, когда ты присоединяешь к Богу какие-то другие идеи. Это не то, что я его партнер. С точки зрения языка. С точки зрения языка. С точки зрения языка, ну, мало ли. Это, на самом деле, не это натическое вообще... Это по-русски означает, что партнерство запрещено, а партнерство можно. Ну, во-первых, это разница языков. Во-вторых, ты говоришь о современном языке. Хама права. Это никакого отношения к танафону нет натическом языке. Я тебе скажу... Есть выражение об целем элоим, окей? Целем элоим. Никакого шутафута. Ну, по-русски переводится в образы. Не говорится же в фотоаппарате либо фотографии. Кем переводится? Ну, ладно. Это мы сейчас уже куда-то удалились. Так, товарищи, да, мне кажется, что... Давайте остановимся на этой точке. Было очень здорово. А я все. А я только хочу сказать, что давайте все. По-моему, уже... Очень хорошо, очень хорошо поговорили. Вообще просто замечательно. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо, Аня. Ну, посмотрим. Не знаю. Вроде молчат. Кто, может быть, хочет... Никого не зажимали. Никого не зажимали. Все было полезно. Все хорошо. Прекрасно. Большое спасибо, Аня. Я надеюсь, что вы, как бы, и в следующий раз будете нас более активно направлять и между нами. Да. Окей. И все желающие поднимайте руки. Да, да. Ну, кто просто так, конечно, поднимайте руки, там, пишите, там, о том, чтобы не получилось, что потом люди говорят, а вот мне почему-то вот там я не смог сказать. Да. Чтобы не было мучительно больно. Окей. Ну, хорошо. Все, мы на этом заканчиваем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.